Иркутский танк Великой Отечественной почти нереально. Поэтому иркутяне в их честь переделали свои авто. На улицы города выехало более 100 машин в военной экипировке. Самый популярный образ – танк Т-34. Всего за годы войны настоящих 34-х было выпущено более 40 тысяч. А воевали они на всех фронтах. У нас только были танки 34-ки. Ну а наши отечественные грузовики были трехтонные. И Захар назывался, как в международном. И полуторка тонная была грузовая машина. Грузовик, переделанный под полуторку, участвует и в автопробеге. Часто именно полуторки были при госпиталях, чтобы перевозить раненых. Ветеран Клавдия Трофимовна всю войну прошла санитаркой и отлично помнит эти машины. И то, как однажды на полуторках вывозили трофейные продукты. Прорвали оборону. Под старый Новый год пошли в наступление. На Дону это было. Ну и все завалили. Вкуснятина. Немцам-то не успели новогодние подарки-то раздать. Вкуснятина. Наши солдаты. Сумка, весь мешок же. Тут все толкают, толкают. А у меня санитарная сумка. Дополна медикаментов всяких, перевязочного материала всего. Всего шесть, зато каких внедорожников. Они в образе знаменитых «Катюш». На каждую из них ушло более 20 килограммов гуаши. Авторы преображения постарались сразу эти ракетные снаряды и не отличить от настоящих. И пусть другие детали не так правдоподобны, зато неподдельный трепет и уважение, с которым участники пробега относятся к военной технике. И главное тем, кто привел нашу страну к победе. Как мы с вами сегодня убедились, о машинах Великой Отечественной войны отлично помнят до сих пор. Остается надеяться, что подобные автопробеги будут проводиться еще как минимум 70 лет. Ведь народ, который знает и чтит свою историю, можно назвать непобедимым. Евгений Шоев, Виталий Перетолчин. Новости по будням.